По всей России нас преследуют, нас сажают в тюрьмы, фабрикуют уголовные дела. Сабарди один раз нагнули чеченцев, сразу стали самым угнетенным народом. Не смеши, Тумсовый. Кто бы как бы не спорил, никто не сможет обосновать, что есть в этом мире какой-либо народ, больше преследуемый, чем чеченцы. Итак, начинаем. У нас есть сообщение в эфире. Итак, Джон пишет. Если в Интерполе больше чеченцев, чем американцев и китайцев, так их в ИГИЛе было больше, чем американцев и китайцев. Это критерий преследуемости. Ты знаешь, если бы единственное преступление в этом мире было бы участие в ИГИЛ, то в этом случае, наверное, это не было бы. Тогда, наверное, ты был бы прав в этой своей аналогии. Но дело в том, что преступления не ограничиваются участием в ИГИЛ. И я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, что там чеченцев было больше, чем американцев и китайцев вместе взятых. Не знаю, может быть действительно так. Но дело в том, что китайцев и американцев вместе взятых, их где-то полтора миллиарда, наверное, общее количество. Ну или около того. А чеченцев их всего миллион, в лучшем случае. И вот при любом раскладе, вот просто при любом, даже если ты представишь какую-то фантастическую ситуацию, что в Китае и в Америке живут ну очень добрые люди, и они вообще не совершают преступлений практически. Там процент совершаемости, если равен одному проценту. Представляешь, если вот из китайцев и американцев вместе взятых только один процент людей склонны к совершению преступлений, и эти люди как-то убежали, их разыскивают по линии Интерпола, даже в этом случае все равно их должно быть больше, чем чеченцев. Так как даже если представить, что 50% из чеченцев были бы преступниками, все равно это всего лишь 500 тысяч. Даже если представить, что 50%, хотя это в теории невозможные вещи. Ну, какие-то очевидные вещи отрицать и приводить в какие-то глупые аналогии, я думаю, не стоит. Вы прекрасно понимаете, что наличие чеченцев, разыскиваемых в базе данных Интерпола, в количественном соотношении больше, чем американцев и китайцев вместе взятых, говорит о целенаправленном преследовании чеченцев по национальному признаку. Далее, самый преследуемый народ это езиды, а меньшинство не мусульмане и Сирии, и Ирака, и тех преследовали мусульмане. Опять неверное утверждение, никогда и нигде ты не встретишь, чтобы самолет приземлился, и весь самолет идет, допустим, на пограничный контроль, чтобы езидов оттуда вот так вот вывели и куда-то в отдельное, значит, повели окошко проверять. Нет, езиды вместе со всеми пройдут, не будет у них никаких проблем. Никогда таких СМИ, европейских в частности, в общем, точнее СМИ, ты никогда не видел и не увидишь, чтобы говорили о езидских, езидистах, допустим, да, как у нас сказали о чеченских исламистах. О езидских езидистах ты не увидишь никогда какие-то публикации, где говорили бы, что вот они готовили, значит, целенаправленно что-то, хотели, значит, там что-то совершить, какие-то теракты, и чтобы к ним врывались, взрывали их двери. Ну нет, такого ты не увидишь. Да, безусловно, езиды где-то в каких-то местах это преследуемые, не спорим. Они очень серьезно пострадали от преступных действий ИГИЛа, не спорим, это правда. Но помимо езидов есть еще куча людей, народов, которые более преследуемы у себя на родине. Например, Рахинджа, этот народ более преследуем, чем езиды на сегодняшний день. А, например, уйгуры, они тоже более преследуемы на сегодняшний день. Нигде нет никаких концлагерей специальных сегодня, созданных для езидов, как, например, есть в Китае, созданные для уйгур. Поэтому нет, езиды, они, безусловно, преследуются в каких-то местах, преследовались, по крайней мере, в большей части, наверное, тем же ИГИЛом. И это было отвратительное преступление, за что ИГИЛ понес ответственность, получили свое наказание. И это вопрос, который ни в коем случае мы никак не оправдываем, мы сочувствуем тем езидам и осуждаем то, что с ними делали игиловские преступники. Но мы не можем из-за этого сказать, что весь мир сегодня преследует езидов. А чеченцев сегодня? Чеченец прилетает в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, в Шанхай, Пекин, в южно-африканскую страну, там, я не знаю, в Сидней, куда угодно, в Египет, куда бы не прилетел сегодня чеченец, место рождения Грозный. Товарищ, отдельно, пожалуйста, пройди, вот тебя здесь будет какой-то отдельный человек проверять, ты будешь сидеть там час, два, три, десять, потому что вот на тебе уже какое-то клеймо стоит. Ты какой-то человек опасный, вот так считает весь мир, к сожалению. Поэтому сегодня нет ни одного народа сегодня, кто преследовался бы точно так же, как Чечен. Вы это прекрасно знаете. У нас на родине нас преследуют, нас убивают, нас фабрикуют уголовные дела, нас сажают в тюрьмы. По всей России нас преследуют, нас сажают в тюрьмы, фабрикуют уголовные дела. И даже во всем этом мире, даже вот в Европе мы сталкиваемся с откровенной дискриминацией по национальному признаку, когда говорят, что чеченские исламисты, чеченские экстремисты, когда ни в чем не повинных людей, я подчеркиваю, даже если бы они были действительно виноваты, при этом их бы называли чеченскими исламистами, даже в этом случае мы выступали бы против подобного рода клейма, так как это в целом характеризует вообще в целом чеченский народ. Мы все равно говорили бы, нет, вот эти конкретные люди, они преступники, вот их нужно наказать, но не надо на них вешать клеймо и говорить, что это чеченские какие-то там преступники, не надо. Но они-то ни в чем не повинны, эти люди ничего не сделали, по факту у них ничего не изъяли, их даже не задержали, потому что не за что было. То есть в итоге мы видим, что ни в чем не повинных людей, назвали вот так вот чеченскими исламистами, показали это все по всем СМИ, это откровенная целенаправленная дискриминация. И ничего подобного в новейшей истории, кроме как с еврейским народом, мы с вами не встретим. Да, вот в середине 20 века то же самое происходило с еврейским народом, когда просто из-за того, что они евреи, они преследовались. Их сажали, их уничтожали, эти газовые камеры, эти концлагеря, это все то, что прошли тогда евреи. Все то же самое вместе с евреями тогда, в середине 20-х, чеченский народ тоже это прошел. Все то же самое. Но вот мы сейчас и в 21 веке, к сожалению, мы не в такой, конечно, форме, нас не заключают в концлагеря, по крайней мере, в Европе, нас не заражают в газовые камеры, но дискриминация, она, к сожалению, присутствует. И глупо было бы с этим спорить. Российское общество больно чеченской темой. Мусора, чтобы получить звездочку, фабрикуют уголовные дела. Телевидение, подсобники их, надеюсь, придет время, когда они все ответят перед законом. Очень на это надеемся. Свабриди один раз нагнули чеченцев, сразу стали самым угнетенным народом. Не смеши Тумса, уйгурам, да езидам бы ваши проблемы, бедненькие чеченцы. А какие у них? У уйгуров, у езидов, у них, безусловно, есть проблемы. Но с чем эти проблемы, вот можно, почему-то решил вот таким образом сравнить это, как будто бы у чеченцев проблемы, это так себе, ерунда, сегодня у нас там, мол, они возникли, а типа у уйгуров и езидов прям такие действительно серьезные по сравнению с нами проблемы. У уйгуров и езидов очень серьезные проблемы, безусловно. Причем у уйгуров в большей степени. У уйгурова это более серьезная проблема. Но неужели чеченскую проблему можно считать менее, как бы, серьезной? Чеченцы на протяжении 400 лет уже борются, постоянно уничтожаются, целенаправленно проходит геноцид. И он не сейчас начал происходить. Этот геноцид не в 90-х начался, и даже не в 44-м, когда нас выслали, он начался. Он начался еще тогда, 3-4 века назад, уже тогда нас геноцидили. И я не хочу как-то умилять вот эту проблему уйгуров и езидов, говоря там. У них тоже, безусловно, своя проблема, там своя история есть. Но на сегодняшний день, кто бы как бы не спорил, никто не сможет обосновать, что есть в этом мире какой-либо народ, больше преследуемый, чем чеченцы. Если у вас есть обоснование, обоснуйте. Докажите. Это ведь не мои слова. То, что сегодня через Интерпол ищут чеченцев больше, чем китайцев и американцев вместе взятых, это не Тумсо сказал, и не Тумсо это обнаружил. Это журналист, кстати говоря, вообще не чеченец, и вообще даже не кавказец, живущий на Украине, человек в Украине. Он, значит, это все обнаружил, он написал очень хорошую, блестящую статью по этому поводу.